Всем привет, друзья мои! Дружка приехала. А вот и я, друзья мои. Боже, помоги мне. Едем с Настей опять знакомиться с турецким народом. Да, пока-пока! Всем привет, мои хорошие. Восемь часов бегу на море. Как робот. Уже рано отключаюсь спать. Рано встаю. Думала-думала, нет, думаю, пойду-побегу. Потому что потом мне выходить надо. Быстренько скупаюсь, обсохну и бегом. Заряд получу, энергии от моря. 35 градусов, 8.00. Друзья мои хорошие, что я могу сказать о море? Какое чудное море. Какое теплое. Знаете, чистое. Вот только сейчас в некоторых местах водоросли. Посмотрите на него, посмотрите. Почувствуйте тоже у нас такое же наслаждение, как я. Душ принимают и все на берегу переодеваются. Вот так, видите, турецкий народ. Молодцы. В основном люди пенсионного возраста. Они быстренько скупались, бегут домой заниматься делами. А потом после моря холодный душ, вообще, закаляются люди таким образом. Пойду я сейчас чуть-чуть, чуть-чуть, минут 30. Позагораю и бегом домой. Пару дней я не снимала. Посмотрите, как они сделали все. Вот работают с утра. Вчера даже разбудили моего Ашгыма. Профессионалы. Ну, мухи, блин, закусали здесь меня. В квартире у меня вообще нет ни мух, ни комаров. А вот идешь здесь, полно мух. Видите, как они работают. Потом, наверное, забьют цементом все. Вот так кажутся эти дырки. Крысы попали. Видите? Крысы только я здесь увидела, говорила. А сегодня я выгляжу вот так. Одела маечку такую, снизу. Ой, супер вообще. Иду с Настей опять встречаться. По делам, по бизнесу. Если что-то будет интересное, ну, конечно, будет интересное. Мы идем в центр. Позже. И, естественно, я покажу вам все. Еще раз привет-привет. Привет, здравствуйте все. Мы начали рабочий день. Да, активный. Жара на улице. У нас так прохладно в машине. А у меня уже голос сел. С утра столько она говорила. Мы едем в центр города. Возле форума. Там остановимся. Транспорта много, а людей мало на улицах. Потому что очень жарко. Я уже несколько раз вам показывала эту дорогу. Вот здесь, помните, в этом доме моя кетуша работала. Я сюда приходила часто. Мы пришли в Платин. Это самый большой магазин. Именно здесь продается косметика. Здесь самый большой котон. Я забыла вам снять центр Мерси. Вот мы сюда и идем. А на третьем этаже, на последнем, там кафе. Где у нас пройдет деловая встреча с турком. Вот так вот здесь выглядит это кафе. Людей нет почти. Пришел? Нелбимый? Ну, сейчас мы будем здесь, в этом кафе, сидеть. Не буду показывать, потому что нельзя. Вот в таком месте мы посидели. Очень хорошее место для бизнес-встречи. Покажу вам сейчас. Форум. Вот наш форум. Отсюда форум. Жарко. Пошли мы на следующую встречу. Сейчас поедем с Настей за ее детьми. И покажу вам красивые места. Настя, куда мы едем? Рассказывай. Мы сейчас едем в сторону, вот здесь такие есть, в горах есть дачи такие, да, люди, так как у нас жарко в Мерсине, поэтому я когда приехала в Турцию, я не понимала, почему это люди делают, но там прохладно очень. Это в сторону Нигды тоже идет, да, дорога? Это, не знаю, нет, наверное, не знаю. Короче, есть дачи, там Гёзне и Соуджак, то есть прохладные места. И вот мы туда едем. Это находится, ну, может быть, 20-30 минут от города. Сейчас мои детишки там, я их надо их забрать от бабушки. И вернемся домой. Вот сейчас по дороге будут красивые лошади. Там люди могут отдыхать и привозить детей, чтобы покатать на, посадить на шатках, чтобы они покатались. Есть очень красивые места, где можно покушать. Можно посидеть, покушать, а можно там же купить мясо и самим сделать шашлык, если захочется. Вот. Это летние дома, короче, здесь. Мы тоже, когда ехали в Нигды, это, знаешь, какая дорога? Вглубь в это, вот. Я даже не знаю, что дальше там. Каппадокия как ехать. Нет, Каппадокия в другой стороне. А, значит, мы в другую сторону едем. Здесь очень много выходов на эти дачи. Ты была в Каппадокии? Не была, но очень хочу. Ты знаешь, что мы тоже попали в... Вот лошади. В апреле. Вот, друзья мои, лошадочки. В апреле мы съездили в том году и собрались, побыли там у родителей с невеззоловкой моей, все. Собрались, поехали. Я в чем была дома, думаю, сейчас быстренько на машине и домой, не надо никуда выходить. Смотрю, они меня везут куда-то. А я со своими съемками, только начинающий блогер, все подряд снимала и не слушала их. Везут, везут. И Курашкин, когда приедем в Мерсин, куда мы едем? Какой Мерсин? Мы, говорит, едем путешествовать. А я говорю, какой путешествовать? Куда путешествовать? Я в домашнем виде, даже душ не приняла, думаю, домой. Каппадокию. Я говорю, смеюсь, я думаю, как к Каппадокию мы должны в Мерсин приехать. Привезли, правда, в Каппадокию? Я не верила, как вижу горы, как наподобие Каппадокии. И вышла, почитала таблицу, в дороге переоделась, потому что мне стыдно было выходить. А там туристов полно. Да, там очень красиво. И почитала, что действительно, нет, смотрю, Каппадокия, а другие имена. Начала гуглить, гуглить. И показали, что там, в Каппадокии, это просто, как говорится, местность, а разные районы. И вот мы в одном из районов. Я такая была счастливая, что моя мечта сбылась. Я тоже счастлива. А телефоны мои уже садились, и я не могла заснять, только фотографировалась. И Золовкина. Еще не умела правильно снимать, вертикально снимала. Но я столько получила удовольствия. Была такая счастливая, что я уже в Каппадокию попала. Вот так вот мой Ашкэм мне сделал такой сюрприз. Неожиданный. Вот сейчас даже на окраине дороги можно увидеть, сейчас же Курбан-Байрам приближается, и везде вот эти барашки, которые в загонах. То есть, кто еще не купил себе барана, он может остановиться, договориться и забрать барашку. Здесь тоже на окраинах продают свежие яйца, молоко. Да, конечно, сейчас будут люди свое продавать все. Здесь вот, которые сами эти деревенские люди выращивают огурцы или помидоры. Очень даже хорошо бывает. Теплицы, я смотрю, много. А фрукты здесь есть, черешня? Есть, черешня тоже есть. Продается интересно. Если будет продаваться, можно, я хочу взять и купить. Да, если будет, остановится. Ага. Остановились здесь мы. Машина сюда не проедет, сказали. Да? Да. И куда надо? Надо будет развернуться и поездить. А, понятно. Опять едем дальше. Друзья мои, тут, оказывается, перекрыли дорогу. Здесь вот смотрю, строительные работы идут в дороге. И мы опять едем в объезд. Вот здесь надо нам развернуться на круги. Как красиво. И все, отсюда ничего не знаю. Будем просто так поедем ехать, куда дорога приведет. Спасибо. Посмотри, кругом скалы. Тут вечером там прохладно, наверное, да? Ага. Наверное, и холодно. Под одеялами люди спят. Посмотрите, какая красота в Турции. Также и в Грузии очень красиво. Весь мир красивый. Я хочу тоже в Грузию. У меня соседка ездила в прошлом году. Да, вот там работу делают, видите? А это мы перекрыли дорогу. Тут делают. Устроят турцию, устроят. У нас подсобок. А, сюда мы ездили в этот. Тут центр есть такой. Нет, нет. Нет? У нас нет. Короче, я путешествую с тобой. И вы с мной, мои дорогие, любимые зрители. Вот такой крутой спуск. Я была вынуждена научиться. Такие домики здесь красивые. Я тебе сейчас покажу здесь. Здесь недалеко этот красивый домик. В одном доме, вот здесь вот впереди. Короче, этот... Вот заходишь, и прямо на второй этаж лестницы ведет. Интересно. А потом, думаю, на первую можно спуститься. Наверное, внутри лестницы есть. Вот в этом доме. Со стороны гор, как будто два-три этажа, а здесь... На второй этаж сразу заходишь, а на второй этаж... Ага. Вот так живут люди в селах. Хорошо живут. Да, хорошо. Здесь такие дома добротные. Виллы, можно сказать. Приехали? Нет, еще. Ага. Сейчас вот здесь тоже справа будут красивые домики. Доктор Лар Ситоси. Даже Ситос здесь есть, представляете? Сами они придумали? Нет, нет, ну тут улицы, название улиц есть и... А почему в Мерсине, вот, Настя, скажи мне, номера, а не улицы? Потому что, наверное, очень много улиц. Названия улиц нет, да? Да. Да, мне тоже интересно. Но я не знаю, почему. Ведь ты же уже 13 лет, да, здесь живешь? Угу. Я тоже очень много не понимала, плакала, не могла. Трудно адаптировалась ты? Очень трудно. Не могла есть. Угу. Проголодаешься, они сделают еду. А она такая горькая. Угу. Вот их там, да? Угу. Это рабочие у них, что ли? Да. Они этот обделывают, как называете? Дом обделывают. Обделывают, да, чтобы зимой не было холодно, потому что уже она будет здесь не зимой и летом жить. А здесь снег идет зимой. Прям холодно. Вот наш красавчик бежит. Путик. Старшенький. Посмотрите, какой красивый мальчик. С гитарей. Гитарист. Здравствуйте. Привет, сынок. Сзади положи на этот багажник. Студент он. На Кипре учится. Первый курс закончил. Он на Кипре учится, на переводчика, на английского языка. Поступил сам. Здесь иногда думают в Турции, что если на Кипре учится, то... Это платная, вот расскажи, как учиться на Кипре. Ну, вообще-то это частный университет, но сыночек занимался, хорошо учился и поступил сам на бюджетном учиться. Только вот на проживание оплачиваем мы. Квартиру снимает, да? Нет, в общежитии живет там. А, в общежитии. Ну, общежитие тоже частное, оно платное. Вот, и сейчас из-за вируса, конечно, он вернулся, на отдаленном учился, закончил, получил похвальный лист. Вот, и еще три года, значит, три года он был. Ну, и сейчас же возвращается в сентябре? Ну, как будет известно, да, будет возвращаться. Понятно. А как на Кипре жизнь? Расскажи, ну-ка, нам. Отлично. Да? Да. Там как люди? Вообще другая жизнь, чем в Турции? Ну, да. Более современные, европейские, наверное, да? Да, да, да. А много туристов там? Много очень. А туда поехать надо виза или можно без визы поехать? Ну, с Турцией я знаю, что без визы можно, но ты можешь там оставаться только три месяца. А, ну, я на три месяца только ради интереса. Да. Ну, он говорит, вообще там все приветливые, все прям другая страна, прям другой мир. Ну, у нас тоже, в принципе, в Турции приветливые. Я таких пока еще неприветливых не так много замечала. Понятно. Интересно. А далеко ехать надо? По морю надо добираться или на самолете? Можно и по морю. Ну, я, конечно, на самолете. На самолете. Сколько лететь? Час, наверное. Или сорок пять минут. Час, двадцать минут. А какой-то у них язык? На каком языке они рассказывают? Они по-турецки. По-турецки, да? Поэтому называют турецкий Кипр. Да. Понятно. Спасибо. Возвращаемся. Хочу показать вам. У меня уши, знаете, как заложили. Я вообще ничего не слышу. Вот посмотрите, Мерсин со стороны. С высока город. Какой он огромный. Возвращаемся. Ася, ты любишь Мерсин? Я люблю, конечно. Очень, да? Вот это поедешь. Потом возвращаешься. Недавно чувствуется. Да? С вами. Посмотрите на наш Мерсин. Это вот туда? Да. Здесь вот автовокзал. Адана. Ахалия. Туда дорога. Вот сюда меня привезет Ашкем, когда я буду ехать Батуми. Да? С двадцатью чемоданами. С сумками. Я так хочу Батуми моим внукам. К моему сыну. Здесь сколько лет есть. Все расшевелилось. Чувствуешь разницу между погодой? Есть разница? Ага. Там не было такой влажности, как все сейчас чувствуется. Постепенно спускаемся мы в нашу низменность. В низменную часть. И сейчас ощущается эта влажность. Друзья мои, я обнаружила стадион. Мы сейчас выезжаем на Мерсинскую улицу, да? Есть несколько путей въезда, да? В Мерсин. Да. Если бы мы на то и не повернули, на то повороте, мы бы выехали ближе к воздуху. Сколько строят и строят здесь. Кто будет покупать туда налоги? У нас тоже в нашем районе в каждом доме по 2-3 сады лопниже. Люди спрашивают, а почему люди бегут от города? А я говорю, они в одном месте покупают, надоело им. Хотят другой район переехать. Они не бегут из Мерсина, они хотят поменять обстановку, хотят поменять свою жизнь. Мои хорошие, я так устала вообще. Быстро пришла. Ополоснулась и готовить ужин, потому что по дороге мы поели, пили, мороженое поели. Пока деток привезли, сейчас быстро на ходу приготовила тантуник. О, голодная. Аж ты мой заказал тантуник. Представляете, он не кушает без меня. Я не знаю, что он заказал, но что-то заказал себе, потому что я ушла рано и завтрак ему не приготовила. Вижу, что чай сделал и еще что-то поел. Я покажу сейчас, что можно быстро приготовить деловым женщинам и в такую жару быстро и вкусно. Я порезала два салатика, огурчики. Вот печеночка, пожарила ее. Вот лавашки нам принесли. Сейчас будем делать тантуник. И айранчик быстренько сделаю. Вот мой ашкин. Гигосик. Гигос, я пришла. Ну все, мои хорошие. Всем пока-пока. С вами была Светлана Ата.